Девушки отдыхают В памяти легенды Анатолия Николаевича Заяева. Какова значимость этого мероприятия на ваш взгляд сегодня? Хочется сказать о том, что значимость турниру в память такого человека, те, кто помнит его, знают, что она одним турниром не должна заканчиваться. И ветераны футбола в 2012 году после трагической гибели Анатолия Николаевича решили таким образом провести этот турнир первый, который был. Сегодня мы уже провели третий турнир. И поверьте, это то мероприятие, которое должно продолжаться годами и не должно останавливаться на каком-то из этапов. В следующем году он будет обязательно проходить? Да, мы привлекаем для этого турнира ребят 99-го, 2000-го года. Это в этом году, которые были. То есть это выпускные классы каждой из детских школ. Наверное, для того, чтобы, возможно, на этих уже турнирах могли увидеть, как лакмусовая бумага, тех ребят молодых, которые уже в перспективе могли бы пополнить ряды уже первых команд разных клубов, которые выступают в первенстве Крыма сегодня. И у нас после второго кубка, когда провели в футбольном клубе ТСК Таврия, пять ребят, которые подписаны контракты. Контракты – это ребята 98-го года рождения. Это три воспитанника Таврии, школы. Есть приглашенный из училища Олимпийского резерва Краснолесья и еще один воспитанник крымского футбола. Пять человек 98-го года. Поэтому для этих ребят, которые и вчера выступали, поверьте, есть довольно хорошие ребята. И они должны с пониманием относиться к тому, что никто не знает, кто кого где заметит. Проявить себя и, возможно, сделать себе будущее, будущее в футболе – это дорогого стоит. Еще в память такого человека, который на крымской земле, и не только на крымской, это заслуженные тренеры Украины, и Молдовы, первый чемпион Украины. Поэтому память о нем, она безгранична. А каким вы его помните? Каким он был человеком? Ну, знаете, одним словом, вот если сказать, это все. Это отец, друг. Это тот человек, который вчера ветераны после турнира собирались. И если бы каждый из ветеранов рассказал бы хотя бы по одной истории, поверьте, этого года было бы мало. Это человек, который безгранично отдавал себя футболу. И не только ему, а позиции. Раньше были времена, когда бытовые вопросы, они решались на другом уровне. И Анатолий Николаевич всегда любил вспоминать те истории, которые, как он выбивал квартирные вопросы, там, транспортные. И говорил о том, что я пережил шесть крымских секретарей обкомов. Поэтому, представляете, он был с каждым знаком. То есть он болел за каждого? Он за каждого болел, да. И поверьте, без внимания не оставил ни одного футболиста, который играл в Таврии и в Крыму в частности. И талант, конечно, его был в том, что он мог найти в мальчишке, кто, наверное, никто. И этим даром он обладал, что он просто брал с деревни мальчика, и он становился выдающимся футболистом. То есть он видел заранее этот потенциал. Если говорить о прошедших двух днях, какими были дни турнира? Ну, у нас скоротечные турниры, есть полуфиналы. Четыре клуба принимали участие в нем. Это ТСК Таврия, Симферополь, Севастополь, Крым-Теплица и училище Олимпийского резерва. Вчера прошли уже за третий-четвертый матч Крым-Теплица, обыграла Севастополь. А первое-второе разыгрывали и училище Олимпийского резерва, и Таврия. Второй год подряд ребята Таврии стали обладателями этого прекрасного кубка. Подтверждение? Подтверждение, да. Которого это благодаря крымским ветеранам, ветеранам Таврии, был и приобретен этот кубок. Ну, надеемся, что он все-таки выбирали уже на долгие-долгие годы. Если видите, есть надписи, которые победители турниров, то есть с каждым годом они должны заполняться. Кубок, я имею в виду надписями. Ну, и, наверное, большая ответственность в присутствии именно ветеранов Таврии была для участников. Ну, здесь не было каких-то ограничений. Те, кто помнил, те, кто хотел, те посещают эти турниры. Довольно много было ветеранов, ветеранов разного поколения. И вспомнить таких, как Макаров, Виктор Орлов, выдающиеся наши в прошлом еще 60-70-х годов, также самые 80-90-х. Это Сергей Шевченко, Апарин, Белошапка и многие-многие другие ребята. Поэтому для ветеранов это в первую очередь посмотреть молодежь и, естественно, встретиться уже после турнира и вспомнить и Анатолия Николаевича, и истории разные, которые с ним связаны. Если говорить о молодежи, говорить о юношах, о детском футболе, то, на Ваш взгляд, какие вообще перспективы есть у ребят сегодня в Крыму? И насколько они активны? Насколько в футбол сегодня мальчишки для себя выбирают? Ну, подбежачий камень вода не течет. И, естественно, сегодня есть своего рода проблемы. Проблемы связаны, в первую очередь, это с инфраструктурами, с отсутствием полей. Ну, за последний год мы знаем, что у нас появился и Крымский футбольный союз. И благодаря ему в следующем году мы надеемся появление как минимум шести искусственных полей. Естественно, они должны появиться там, где есть детские школы. Если появляются футбольные поля, появляются детские школы, то, естественно, вырастает и массовость. И мы уже не будем, скажем, выбирать ребят 20 из 20, а когда это будет 6-8 и только на увеличение идет, естественно, здесь появляется массовость. И мы увидим в перспективе возрождение в Крыму футбола. И без детского футбола, поверьте, никогда не будет и основного футбола. А для ребят оно взаимосвязано, потому что держать ребят просто в какой-то клетке, без выхода, нет задобности. Они закончат детскую школу, никуда не смогут попасть. Перспектива, да. Поэтому, естественно, должно быть продвижение, и они должны понимать, для чего они занимаются футболом. Если кто-то решил уже к 16-17 годам непосредственно стать футболистом, отдать себя спорту, то тогда у него должен быть момент все-таки попадания выше уровнем. Сегодня проводится чемпионат, завершены первых два круга из четырех. Поэтому я уже озвучивал о том, что ребята 98-го года, 5 человек у нас в клубе есть. Естественно, в летнее уже месяц сезонье, когда ребята 99-го года закончат школу, то у них тоже есть шансы попасть в первую команду Таврии Симферополь. Перейдем к Таврии. Футболисты Таврии готовятся к матчу зимнего Кубка Крымского футбольного союза. Он пройдет в Евпатории в этом году? Ну, разбиты на две группы команды. Это будет в подготовительный период происходить. С отпуска команда выходит 16 января. Двухнедельный сбор в Алуште. Тренировочный сбор, да? Тренировочный, естественно, да. Команда будет переезжать 1 февраля в Евпаторию. И там будет 4 клуба. 4 клуба будут проводить на Скифе в Новопавловке. И 4 клуба будут проводить групповой этап в Евпатории. Потом будут стыковые матчи и финальные матчи, которые под эгидой КФС будет проводиться. Этот Кубок КФС, который организован ими. Я правильно понимаю, что главная задача Кубка сегодня – это подготовка ко второму кругу премьер-лиги, которая начнется в марте 2016 года? В нашем случае это уже к третьему и четвертому кругу, потому что то количество команд, всего их 8 пока. Поэтому и турнир в плане количества кругов вырос. Поэтому, естественно, это подготовка к весенней части чемпионата Крыма. И уже оттуда подготовительный период начнется, где будут приглашены новые игроки. «Таврия» ведет селекционную работу. Сегодня 100% нельзя говорить ни о чем. Но когда 16 число наступит, есть ребята, ряд игроков, которые готовы будут пополнить футбольный клуб «Таврия». Очень важный вопрос трансферных сертификатов футбольное гражданство крымских игроков. Что вы могли бы сегодня сказать на эту тему? Я надеюсь все-таки, что в начале декабря был приезд четырех представителей УЕФА. И одним из основных вопросов, потому что на первое место я поставлю все-таки вообще статус Крымского футбольного союза. Как только УЕФА все-таки отобразит официальную значимость КФС, тогда вопрос уже последовательный будет звучать непосредственно и о футболистах. Потому что сегодня футболисты находятся в таком висячем положении. И у нас даже ребята, которые 13-14 лет, их сертификаты лежат в Украине, так как они еще выступали. Не говоря уже, там есть и моложе. Сегодня пригласив клубы в Крым для участия в чемпионате, то есть игрок должен чувствовать себя защищенным. Он должен понимать, да? Конечно, понимать о том, что он защищен и у него есть этот международный трансферный сертификат для того, чтобы он мог, возможно, если будет себя проявлять не только в первенстве Крыма, а, возможно, и подписывая контракты в зарубежных клубах. Но это хорошие новости для крымских клубов. Для игроков, я думаю, конечно, должны быть хорошими. Но и для клубов тоже, потому что популяризация, она должна присутствовать. И мы не можем держать людей, если они готовы выступать в высшем раме. Спасибо, что пришли к нам в студию. Я благодарю вас. А наш эфир продолжается. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова